Привет всем, с вами Макс и мы продолжаем серию уроков по игровому движку Unity. Так, сегодня мы с вами займемся созданием фонарика для нашего персонажа. То есть, учитывая, что мы создали премию суток, нам нужно подсвечивать территорию, как-то правдоподобно, вблизь нашего игрока, чтобы, ну, как-то, было все, выглядело достаточно красиво. Что нам для этого понадобится? Мы создавали префаб, когда мы делали крафт, у нас сохранился префаб фонаря, вот он, но фонари на сцене изначально не генерируются, то есть фонаря мы можем использовать только тогда, когда мы его скрафтим. И когда мы его скрафтим и поместим, допустим, в наш альфа-инвентарь, то есть тот самый нижний инвентарь, который может взаимодействовать, то тогда мы сможем им воспользоваться. Давайте я сейчас покажу вам финальный, уже как бы, то, что получится у нас впоследствии, и потом мы разберем, как это все делается. Я ставил на паузу, поскольку изначально загрузилась игра днем, вот, и, ну, было бы незаметно фонарик. Давайте, чтобы мы не тратили время там на крафт его, то есть, чтобы мы не создавали его заново, но поскольку сам крафт работает, как бы, и, ну, нет смысла просто этим заниматься. Давайте я просто выкину уже из префабов готовый фонарик, вот, и покажу просто принцип действия. Вот мы подходим к фонарику, нажимаем «Е», мы взяли наш фонарик, допустим, мы его скрафтили, поместили в инвентарь и закинули вот сюда, на нашу, ну, в нашу ячейку. Для того, чтобы включить фонарик, нужно просто нажать на кнопку, отвечающую за, ну, грубо говоря, за его расположение, то есть, на какой клавише альфы он расположен. Итак, есть он у нас здесь, мы нажимаем на единичку, и, как вы видите, появляется вот такая вот зона освещения. Если мы поворачиваем сюда, фонарик всегда движется в том направлении, то есть, куда мы идем. Вот если мы резко меняем направление, фонарик так очень-очень реалистично реагирует на местность, то есть, на освещение. Когда мы резко меняем направление, фонарик не проходит под нами, ну, мы разворачиваемся, соответственно, руку мы ложим вниз, то есть, я считаю, что я добился достаточно правдоподобного эффекта в изменении положения фонаря и всего такого прочего. Вот он не очень, по-моему, хорошо подсвечивает область. Да, есть, конечно, там небольшие баги, но эти баги больше связаны с перемещением персонажей. Я еще до этого как бы не дошел, до этого момента. Но как бы все работает, и это хорошо. Так, давайте тогда начнем. Что нам необходимо? Для начала нам необходимо кинуть на наше игровое поле источник света, Spotlight. Сейчас я покажу лучше это делать в режиме 3D. Кидайте на сцену источник света и закидывайте его в иерархию объектов плеера. То есть, должен источник света быть дочерним объектом к нашему персонажу. И его координаты должны быть равны нулю полностью, то есть, чтобы наш источник света был по центру находился. И Rotation поставьте ему 90, чтобы он изначально как бы светил вниз. Ну, то есть, можно в принципе и не менять, но я думаю, так будет лучше. Итак, что еще нам понадобится? Нам понадобится также выставить основные слои. То есть, я тут немного настраивал, настраивал угол, настраивал интенсивность света, настраивал дальность свечения, то есть, на каком расстоянии. В этих характеристиках Range 15, Potential 70 и интенсивность 0.7 наш фонарик давал вот тот эффект, который сейчас у нас имеется. То есть, вы можете там поиграться с настройками, возможно, свой фонарик будете применять в каких-то там других целях. Это можно быть, допустим, быть... Там, я не знаю, даже можно использовать этот эффект как фары от автомобиля, то есть, ваш там какой-то автомобиль в 2D-игре, он будет ехать, и фары будут светиться. То есть, вы должны будете настроить там больше дальность сделать, ну и такое прочее. То есть, я думаю, это понятно. Вот, вы закидываете... Все настройки остальные остаются без изменения. Вот, и, собственно говоря, с источником света все. Далее, что нам нужно, это написать скрипт. Написать скрипт, который будет называться... Точнее, нет, скрипт. Я изначально написал скрипт для него отдельно, но потом, впоследствии, я закинул этот скрипт в скрипт инвентарь. То есть, чтобы не разрасталось количество скриптов до огромного количества, то есть, на таких нюансах, как фонарик, он у меня находится в инвентаре. Изначально я его написал как отдельно, но он использует... То есть, некоторые... Ну, учитывая, что фонарик взаимодействует с клавишами нажатия в инвентаре альфа, все такое прочее, я посчитал нужным закинуть его вот именно туда. И сейчас я вам расскажу, что потребуется сделать для того, чтобы реализовать весь алгоритм. Из переменных нам нужно объявить две публичные перемены. Одна будет отвечать за включение-выключение фонаря, она типа Boo. Она называется Visible Fonar, VisFonar, и она по умолчанию fast. То есть, по умолчанию у нас фонарь отключен, у нас его нет вообще, и, соответственно, светить он не может. И также нам нужно создать переменную типа GameObject, в которую мы закинем собственно, непосредственно наш prefab фонаря, поскольку мы будем работать с его компонентами. И... А, нет, я извиняюсь. Сюда надо будет закинуть не prefab фонаря, а наш источник света. Вот этот вот наш Spotlight. То есть, вот с этим элементом мы будем работать. Ну и по умолчанию его надо выключить. Наш... То есть, вот эту галочку надо выключить. То есть, сделать неактивный компонент. Все, с переменами все. Теперь давайте посмотрим на код. У нас в... Существует такой регион, он называется AlphaPress. Этот регион отвечает за нажатие клавиш. Как вы помните, мы создали для нажатия клавиш на еду, на оружие, на стройку, и теперь у нас есть регион фонарика. Какое же здесь условие? Условие здесь только одно. Вот оно захватывает... То есть, это коллекция условий. Условия я их так называю. То есть, одно условие. Либо одно, либо второе, либо третье, либо четвертое. То есть, это условие нажатия на клавишу. То есть, каждый отдельный блок. То есть, если нажата клавиша 1, но предпроверка условия нажатия клавиши 1, это наличие непустой ячейки. То есть, если ячейка нулевая нашего альфа-массива, не пустая, и нажата клавиша, соответственно, этой ячейки, и в этой ячейке лежит предмет, то есть, GameObject с именем фонарик, а именно такое имя носит у нас Refab фонаря, который мы впоследствии создадим. Вот он, фонарик. То, таким образом, мы... Выполняется условие, и мы VisibleFonar, то есть, нашу переменную присваиваем не VisibleFonar, то есть, мы инвертируем значение. Так как у нас значение по умолчанию было false, то у нас значение ставит true. И дальше мы проверяем условие. Если значение нашего фонаря true, то есть, если фонарик включен, то мы в наш GameFonar, то есть, ту самую переменную, которая отвечает у нас за Spotlight, мы находим компонент light и элементарно включаем его. EnableTrue ставим. И также, если у нас фонарь fails, то мы отключаем. Вот, казалось бы, и все. Но, то, что мы описали сейчас в этом части кода, оно отвечает у нас только за включение и выключение самого нашего фонаря. В 3D играх, чтобы вы понимали, если бы мы закидывали наш фонарик на персонажа, вот, и персонаж, соответственно, бы оборачивался в разные стороны, то есть, влево, вправо, вверх, вниз, и фонарик бы, соответственно, двигался за ним. Так как у нас наш GameObject не... То есть, для поворота мы используем спрайт. То есть, движение вверх, вниз, влево, вправо у нас осуществляют спрайты. На самом деле, наш игрок-плеер, он никогда не разворачивается, то есть, он не меняет свое направление движения. То есть, rotation... У нас изменяется только position. Rotation нашего персонажа не изменяется. Но для того, чтобы rotation изменялся у нашего Spotlight, у нашего этого, мы должны сделать такую вещь. Мы должны залезть к нашему плееру в плеер-контроллер наш. То есть, мы, когда мы производили вычисления с перемещением, то есть, когда я делал перемещение с помощью мышки, я просчитывал вместе с... Вот здесь, вместе с поворотом позиции камеры и с направлением, я просчитывал также и rotation. То есть, просчитывал... Так сказать... Просчитывал rotation, то есть, угол поворота нашего, грубо говоря, персонажа по отношению к месту нажатия. То есть, когда мы нажимали на определенной области экрана точку, мы двигали просто туда персонажа, не разворачивая его. Но сам разворот мы просчитывали. То есть, на какой разворот должен был бы развернуться наш персонаж. Поэтому эту переменную мы и будем использовать. Использовать мы будем ее только тогда, когда наш объект двигается. То есть, в условии, когда transV и transH у нас не равно нулю. То есть, если это условие выполняется, то тогда мы должны наш... Ну, во-первых, создайте просто переменную типа transform, назовите ее фонарик, вот, и закиньте наш фонарик туда, в эту переменную. И потом этой переменной rotation присвоите ей значение quaternion slurp, то есть, поворот из позиции фонарик rotation, то есть, текущей позиции фонарик, в позицию quaternion look rotation, то есть, слежение за поворотом. Как высчитать наш поворот? Мы position end, то есть, конечную... Здесь position end отвечает за то, в какое направление двигается игрок. И отнимаем у него от этого значения текущее значение нашей позиции, то есть, то, где мы стоим. И мы получим то самое направление, которое нам надо в итоге получить. Ну, и переменная 2f delta time, оно отвечает со скоростью поворота. То есть, в этой функции quaternion slurp, скорость поворота, я поставил небольшую, 2f, на time delta time, как вы понимаете, мы всегда это используем для более плавного поворота. Можете поставить медленнее, более поворот фонарика. Вот, я думаю, что более-менее ясно я расписал. Вот здесь, в этом скрипте player controller, мы просчитываем поворот нашего фонаря. И, соответственно, в переменную фонарик мы должны занести наш Spotlight, то есть, наш источник света. И в инвентаре вот такой вот код просчета в регионе AlphaPress. Если, то есть, при нажатии на клавишу Alpha, вот включается и выключается свет. Все. Весь фонарик, весь цикл фонаря просчета готов. Я думаю, что, в принципе, код несложный для людей, которые в этом разбираются. Ну, и даже для начинающих, я думаю, это элементарно будет сделать. Единственное, что вот надо поиграться с настройками, то есть, я уже не смогу назвать вам оптимальные, потому что у вас там какая-то своя, допустим, игра, но наработки вот такие вот есть. Спасибо за внимание. С вами был Макс. Всем пока. До новых встреч.